Салютно, здравствуйте! Восьмая онлайн конференция Технокома. Сегодня у нас повестка была чуть шире, но будет, наверное, чуть уже. Один из выступающих не смог вовремя присоединиться, но может быть успеет, у него там транспортная проблема. Сегодня у нас продолжение обсуждения про справедливые деньги, сталинская экономика. Немножко еще поговорим про ситуацию в Луганске. И также мы переходим, наконец, к более глубокому обсуждению создания криптовалюты, криптовалют Технокома, то есть справедливых цифровых денег. То есть сделать еще один форк, это не наша концепция, а вот сделать, именно двигаться в рамках наших идеалов и сделать справедливые цифровые деньги, вот это правильная позиция, тем более, что люди массу от нас это уже не просто просят, а требуют. Поэтому начнем с Луганска, я передаю слово Станиславу. Давай, Станислав, скажите вы. Здравствуйте. Я хочу продолжить тему, начатую на прошлой конференции, когда я не вложился во время и вынужден был немножко прерваться. Мы остановились на том, что я рассмотрю эффективность сталинской экономики, я буду приводить статистические данные, информация взята, ну так, чтобы не было потом претензий, я сообщу, информация была взята с ресурса GreatStalin.ru. Так, значит, приступим. Ну, я думаю, этих цифр будет достаточно для того, чтобы понять, насколько эффективность сталинской экономики была выше по сравнению с эффективностью других капиталистических стран. И так, значит, с 1945 по 1953 год. В этот период под руководством Сталина государство успело. Первое. Разрамить гитлеровскую Германию. Семь гитлеровских солдат из восьми были уничтожены на Восточном фронте, то есть советскими войсками под руководством Сталина. Второе. Разрамить вооруженные силы Японии. Третье. Восстановить на своей территории разрушенное в ходе войны. Четвертое. Больше чем наполовину перевооружить армию с учетом опыта завершившейся войны. Пятое. Ликвидировать ядерную монополию США. Шестое. Оказывать помощь странам, вступившим на социалистический путь развития. Седьмое. Заложить фундамент для своего лидерства в науках и высоких технологиях, космос и т.д. Восьмое. Начать систематически и ежегодно снижать цены на товары массового спроса и продовольствия. Средние цены с 1947 по 1953 год на основные продукты питания и товары народного потребления были снижены в 1,5-2 раза. Особенно показательным будет послевоенный период, так как есть сравнительная статистика с темпами роста экономик в других странах. Прирост производства промышленной продукции в СССР и в капиталистических странах в процентах к 29-му. Я могу, в принципе, показать эту табличку, чтобы можно было потом ее рассмотреть. И потом я просто озвучу. Хорошо? Ну, я думал, что будет... А? Ну, все нормально. Я озвучу сейчас цифры так, чтобы было еще понятнее. То есть здесь рассмотрены страны, такие как СССР и остальные капиталистические страны, в том числе США, Англия, Франция, Италия, Западная Германия и Япония. И взятые моды. С 29-го, ну тут идут выборочно 29-й, начинаю с 37-й, 43-й, 46-й, 49-й, 50-й, 52-й, 55-й. Вот. 29-й год взят за старт как 100%. И я просто, чтобы не уделять много внимания, я озвучу сразу последний 55-й год. То есть, чтобы можно было сравнить. СССР. Значит, с 29-го года по 55-й со 100% изменились показатели до 2049. Все капиталистические страны со 100% до 193%. Отдельно по странам США до 234%, Англия до 181%, Франция до 125%, Италия до 194%, Западная Германия до 213% и Япония до 239%. То есть, за четверть века, или точнее за 26 лет Советский Союз, несмотря на огромный урон, причиненный его народному хозяйству войной, увеличил промышленное производство более чем в 20 раз. В то время как США, находившиеся в исключительно благоприятных условиях, смогли поднять производство лишь немногим более чем в два раза. А в целом промышленность капиталистического мира не дала даже такого прироста. СССР, потерявшие на фронтах, на временно оккупированной территории, в концлагерях более 20 миллионов людей, 1710 городов и 70 тысяч сел и деревень, 32 тысячи промышленных предприятий и 65 тысяч километров железных дорог, 98 тысяч колхозов, 1876 совхозов и 2890 моторно-тракторных станций, 7 миллионов лошадей и 17 миллионов крупного аргатого скота и других ценностей на общую сумму 679 миллиардов, прошу прощения, рублей в ценах тех лет. И он один без чьей-либо помощи со стороны не только выполнил, но и перевыполнил план четвертой пятилетки восстановления народного хозяйства с 46 по 50 год, который предусматривал в области промышленности превысить довоенный объем производства на 48 процентов, В области капстроительства. Восстановить и построить 5900 крупных предприятий, 85 миллионов квадратных метров в городах и 3,6 миллиона квадратных метров в селах. В области сельского хозяйства. Не только восстановить довоенный уровень производства продуктов земледелия и животноводства, но и превысить его, обеспечивая дальнейшее внедрение в сельское хозяйство новейших достижений агротехнической науки и передового опыта. Этим планом предусматривался значительный подъем материального благосостояния и культурного уровня советских людей. Определялись новые задачи на пути завершения построения социалистического общества и постепенного перехода к коммунизму. В 1947 году в стране была отменена продуктовая карточная система. От 1948 года до смерти Сталина в 1953 году ежегодно весной снижались цены на продуктовые и промышленные товары. Причем реально весомо вызывая искреннюю радость воодушевления всего населения. До начала индустриализации технический уровень нашей страны был в 4 раза ниже уровня Англии, в 5 раз ниже Германии, в 10 раз ниже США. За годы первой с 1929 по 1932 и второй с 1933 по 1937 годы пятилеток возникли многие новые отрасли промышленности. Далеко вперед шагнула черная и цветная металлургия, химия, энергетика, машиностроение. Воловая продукция всей промышленности СССР в 1937 году выросла по сравнению с 1929 почти в 4 раза. А если сравнивать 1913 год и год предвоенный, то по машиностроению и металлообработке выпуск воловой продукции увеличился в 35 раз. За годы довоенных пятилеток было построено около 9 тысяч крупных промышленных предприятий. Создана новая мощная индустриальная база на востоке страны, которая так пригодилась нам в годы Великой Отечественной войны. В целом СССР по объему промышленного производства, по техническому оснащению вновь построенных предприятий вышел на первое место в Европе и на второе в мире. В чем же кроется такая разница в эффективности капиталистической и социалистической экономики? Если рассматривать, вернуться к прошлой конференции и рассматривать ту схему, на которой я изображал факторы производства, то есть земля, производство и торговля, информация, труд и капитал. Ну то есть я могу напомнить эту схему. То есть в данном случае получается труд непосредственно конвертируется в факторы производства, которыми являются земля, производство и торговля, информация. И не уходят в виде капитала, не оседают в карманах определенных людей, а непосредственно конвертируются в реальный сектор экономики и в общественные блага. То есть весь эквивалент капитала, который уходит в капиталистическом обществе, уходит в карманы капиталистов, он обращается и при капитализме обращается на фондовом рынке. В социалистической экономике полностью питают экономику и, соответственно, развитие идет такими колоссальными темпами. То есть вот пример в сталинской экономике тому подтверждение, что все ресурсы, они идут именно на развитие экономики. Если не исходить из этого, то я могу сделать такой вывод, что если говорить о справедливых деньгах, то справедливыми деньгами, на мой взгляд, должны являться деньги, которые выражаются не какими-то индивидуальными единицами национальных валют. Или каких-то других единиц измерений. А конкретно показателями трудового времени, которые затрачиваются на производство материальных ценностей. Или, другими словами, материально-производительного труда. По поводу вопроса, который мне задавал Василий на прошлой конференции, по поводу отказа от денег. Хочу добавить тоже, что при повышении производительности труда, то есть в чем смысл сталинской экономики тоже ведь основан на том, что увеличивается производительность труда. Производительность труда в конечном счете, если повышение производительности труда, она обусловлена автоматизацией производства в какой-то степени. То есть со временем, об этом тоже у нас есть разделы, об этом говорится, что мы стремимся к автоматизации производства, к роботизации и тому подобному. То есть автоматизация производства в конечном счете приводит к такой эффективности, к такой производительности труда, когда в процессе производства в принципе не задействуется человеческий физический труд. И соответственно, исходя из трудовой теории стоимости, в производстве материальных благ вообще не используется рабочее время. И соответственно, стоимость производимой продукции стремится к нулю. То есть вот в этот момент как раз и произойдет автоматический отказ от денег. То есть продукция будет производиться, можно сказать, бесплатно. Соответственно, в деньгах просто уже не будет необходимости. Другими словами, можно еще сказать, что коммунизм, коммунизм, ну то есть вот после этого, после того, как будет достигнута полная автоматизация, наступит полный коммунизм. И коммунизм в какой-то степени, это можно сказать, всеобщее натуральное хозяйство. Когда потребление, производство и потребление материальных благ происходит без использования обмена. Вот, это то, что касается, допустим, справедливых денег коммунизма. По поводу коммунизма еще хочу добавить, что в тот момент, когда произойдет отказ от денег, это не говорит о том, что никому не нужно будет работать. То есть, когда все продукты будут производиться бесплатно, потребление будет бесплатно. То есть, это не значит, что все перестанут работать и только займутся потреблением этих материальных, бесплатных материальных благ. То, что, в принципе, сейчас нам навязывает западная идеология. То есть, что нужно максимально переходить к потребительству. Отменить это будет не так. Чтобы примерно понять, как это должно выглядеть, можно посмотреть на исторический пример Древней Греции. Там, за счет того, что граждане Древней Греции, которые являлись гражданами, переложили физический труд на плечи своих рабов, то есть, большая масса населения Древней Греции была освобождена от физического труда. И это вызвало колоссальный эффект, результаты которого мы можем наблюдать даже сегодня. Многие вещи задействованы у нас, позаимствованы из наследия Древней Греции. И, соответственно, после того, как колоссальное количество людей освободилось от физического труда, началось бурное развитие различных сфер, таких как наука, культура, искусство, спорт. То есть, те сферы деятельности человека, которые не требуют физического труда. Вот примерно такая же ситуация, мне кажется, будет при коммунизме. То есть, чтобы представить себе примерно, что такое коммунизм, достаточно провести аналогию с Древней Грецией. Просто единственная разница в том, что в Древней Греции использовался физический труд рабов, а при коммунизме физический труд как бы постепенно отойдет. То есть, он будет заменен автоматизированными производствами. Вот. Это то, что я хотел сказать по поводу сталинской экономики, по поводу справедливых денег. Вот. Ну, и в завершение хочу добавить о ситуации в ЛНР, так как в комментариях было к прошлому видео, некоторые жаловались на то, что как-то было все сжато, скукоженная информация непонятная. Хочу немножко добавить, но я не буду делать политических оценок. Я хочу просто провести анализ сугубо экономической, макроэкономической ситуации. Вот. Вначале скажу по поводу взрывов, которые у нас произошли на днях. Ну, в новостях это освещается как террористические акты. Тоже оценок никаких делать не буду, это чисто политическая ситуация, поэтому, дабы не вызывать к себе какого-то интереса определенных структур, скажем так, политическую оценку делать этому не буду. Просто могу констатировать, да, произошли такие инциденты, как бы, пока ведется расследование, никаких виновных еще не нашли, насколько я знаю. Это все произошло недалеко от воинской части. То есть, выглядит все, да, как определенная провокация, погибли люди. Вот. Ну, я ничего большего сказать пока не могу. Информация, которая поступила сразу же, вот я, допустим, по свежим следам, скажем так, смотрел в интернете, она вся исходила от информационного ресурса официального ЛНР-овского канала, ТРК. Вот. То есть, там ни любительских никаких съемок не допускали, то есть, вся информация была закрыта. Больше добавить по этому поводу не могу ничего. По поводу макроэкономической ситуации в ЛНР скажу так. Чтобы было понятно, вот если рассматривать, опять же, с точки зрения трудовой теории стоимости, то в ЛНР сейчас сложилась такая ситуация. У нас производство, если до войны, ну, не знаю, известно это в России или нет, но, по крайней мере, в Украине это известно, что мы давали большое количество экспорта и в бюджете Украины, как бы, наша доходная часть составляла больше половины. Вот это известно. В ЛНР-овского канала. То есть, что, иначе вы переводите на то, что на самом деле Донбасс был на хлебнике. Ну, да, да, там же были разговоры о том, что мы дотационные регионы, мы тут все, как это называется, депрессивные регионы и все такое прочее. Естественно, это все пропаганда, это все не так. То есть, в реальных экономических отчетах можно посмотреть, что за счет нашей промышленности, в принципе, по крайней мере, в Киеве люди нормально себя чувствуют. Вот сейчас, после войны, конечно, все это остановилось, промышленность практически не работает, и никто никаких усилий не прикладывает к тому, чтобы возобновить работу нашей промышленности. Вся основной упор делается властью нынешней на торговлю. То есть, восстановлены практически все объекты розничной торговли, работают рынки. Вот. Соответственно, из этого можно сделать какой вывод? Опять же, своей валютной системы у нас нет. То есть, мы работаем в рублевой зоне. Мы не можем напечатать себе денег. Допустим, если бы нам нужно было там привлечь какие-то ресурсы, то другое государство, такие как Украина или Россия, могут там напечатать себе какое-то количество денег там и купить. Вы можете напечатать, но эти рубли будут не настолько похожи на настоящие, как и с украинской России. Я думаю, если мы напечатаем российские рубли, то это будет, это повлечет не очень хорошие последствия. Вот. То есть, этот механизм тоже нам недоступен. Соответственно, все, что, все ресурсы, которые мы можем сюда привлечь, это вот до определенного момента, это были украинские пенсии, которые в последнее время очень резко сократились. В следствии того, что Украина начала придумать все более и новые механизмы, усложняющие получение этих пенсий. То есть, сейчас людям, которые даже могут поехать и оформить ее, им просто невыгодно туда ехать, потому что у них большая часть этой же пенсии уйдет на дорогу, на проживание, на какие-то еще проволочки. То есть, люди просто ездят в холостую туда. Они проедают и проезжают все эти деньги, которые они потом могут получить. Соответственно, меньше и меньше количество людей может этими пенсиями сейчас воспользоваться. Другой источник – это помощь России. То есть, мы сейчас можем только рассчитывать на какие-то такие внешние источники финансирования. с другой стороны, эти же финансы мы, жители ЛНР, Луганска, вынуждены тратить на товары, которые привозятся к нам, опять же, извне. То есть, из Украины и из России. То есть, получается, те деньги, которые к нам приходят, они таким же образом и уходят. Причем еще и с определенной прибылью. То есть, товарищ сюда привозят, идут расходы на транспорт, идут на ценки. Соответственно, деньги за них уходят сюда еще в большем количестве, чем платятся на закупку. И я могу, подведя итог, сказать, что если такая ситуация будет дальше продолжаться, и если наша власть не начнет прикладывать усилия для того, чтобы развивать, даже не развивать, а возгождать, восстанавливать собственное производство, то либо нашу экономику ждет коллапс, и тогда все это просто закончится, либо Россия, так как она, что-то у нас там со звуком, Владимир. Нормально? Все, продолжаю. Либо Россия, так как она объявила, что она нам помогает, будет вынуждена продолжать нам помогать. То есть, какие-то нам, опять же, финансовую помощь, финансовые субсидии для поддержки нашей экономики. Для чего это нужно российской власти, если честно, я не понимаю. Вот эти расходы. Местная власть ничего менять не собирается, потому что, по большому счету, их все устраивает. То есть, они никаких усилий ни к чему не прилагают, денег есть. То есть, лично их все устраивает. Поэтому, вот такая вот у нас экономическая ситуация сейчас. Какие сейчас? Мы просто подумаем в рамках вот этой нашей концепции криптовалюты, справедливых электронных денег. Сначала вопрос, хотя на заднем плане в шарфике это Феликс Идмундович или Владимир Ильич? Владимир Ильич. Я тоже подумал, что у Владимира Ильич но кепка сильная, Идмундовская. Так видно? Да. Ну да, он в нетрадиционной кепочке. Ну вот у меня тут шарики, это у нас праздничный восьмой выпуск. что-то такое. основной докладчик по одной из у нас параллельно несколько концепций прорабатываются. Основной докладчик сегодня не смог пока участвовать, поэтому то, что буду говорить я, это лишь дополнительные те концепции, которые я предложил в рамках той работы. А вот в следующий раз, когда уже это все будет совмещено, мы уже будем считать это уже какой-то более такой конкретной концепцией. Ну о чем мы говорим? Значит, есть предложение, но у нас есть несколько предложений, то есть то, что сегодня должно было быть озвучено. Есть предложение взять популярный популярный криптовалюта, которая называется сейчас Dash, она несколько раз меняла название. Я сейчас твой микрофон отключу, что-то там немножко снизу. Ваниль, Ваниль, да. Я нажимаю отключить, а что-то не отключается. Ну давай, может я сам попробую. Ну попробую отключить. Алло. Да, да, все отключилось. Только когда если захочешь говорить, то включи, не забудь его. Итак, взять Dash и сделать из него... Изначальная концепция, которая была предложена, которой я внес в свое предложение, предлагали сделать с него просто клон. Клон, который будет пользоваться спросом по той причине, что он будет работать в рамках платформы, технокомы, которые будут созданы вот эти организации, обмены ресурсов и так далее, и так далее. И основной упор предлагался в рамках этой концепции, с чем я не совсем согласен, даже совсем не согласен. Это отдать это в начале на... отдать спекулянтам, чтобы они это раскрутили, потому что им выгодно, просто потому что это... Присоединиться к Dash вовремя не успели, а здесь вот концепция, что вот вы здесь успеете, а поскольку рынок криптовалют широко растет, то словно говоря, всем хватит, и это сто процентов взлетит. для меня может быть я еще пока не могу сказать, что я тут абсолютно прав, потому что этот вопрос нужно прорабатывать, я не считаю себя специалистом в этой сфере абсолютно, а вот все вместе мы являемся такими специалистами, у нас есть целое направление, где сейчас уже наконец-то сформировалось необходимое количество компетенций, еще неделю назад я еще сомневался в этом, но теперь уже набралось и необходимое количество программистов и специалистов по безопасности и людей, которые в корне знают и историю развития криптовалют, и криптоэкономику, и биржи, и так далее, и так далее, то есть сейчас это в целом это уже мы можем, что называется, сейчас это собралось достаточное количество знаний и умений в общем компетенции. Вот концепция была сделать просто клон и отдать его на развитие спекулянтам, они, поскольку это выгодно, они сначала будут там торговать, торговать, поднимать, поднимать, нужно сказать о том, что такое Dash, Dash это криптовалюта, которая появилась, была сделана как улучшенный биткоин, потому что там не было предусмотрено много вопросов, и разработчики, ну там основной разработчик Эван, насколько я его помню, он предложил команде биткоин это внести, это не было принято, и тогда он сказал, что он предлагает, и тогда он решил сделать свой форк, копию, и он внес туда некоторые параметры, которые должны были решить эти вопросы, которые технически несовершенны, то есть на данный момент можно сказать, что Dash это одна из наиболее надежных, с повышающейся надежности, потому что чем больше использования у чего-то, тем надежность повышается, и безопасность, в общем, одна из самых, может быть, даже в чем-то, самая надежная криптовалюта из тех, что существует, значит, в отличие от традиционного, больше известного, многим известного биткоина, где есть люди, которые предоставляют свои производственные компьютерные мощности, которые занимаются обсчетом этих блоков и помещением их в блокчейн, то есть так называемые, то есть они осуществляют и получают за это вознаграждение через каждое определенное количество там 210 тысяч что ли там вот этих действий, блоков, вознаграждение уменьшается, то есть там и вознаграждение это биткоины, которые получают майнеры за свою работу. Таким образом, например, у биткоина у него нету какого-то фонда на развитие, то есть кто-то захотел скинуться, тот скинулся, а если не захотел, то не захотел. А тут другая немножко система, тут значит есть еще такие промежуточные мастер-ноды, которые предоставляют дополнительные сервисы, и вот скоро будет обновление, и на этих сервисах будет еще больше функционала, которые создаются при определенных условиях, при помощи которых, если просто говоря, осуществляется возможность более быстрых и более безопасных переводов, и будут добавлены еще новый функционал, связанный с перемещением файлов, и так далее, и так далее, и так далее. Вот, и значит получается так, что те, кто занимается этим майнингом, себе получают 45% от полученных этих Dash, 45% они отдают этим мастер-нодам, которые поддерживают всю эту систему, и помогают ей быть более стабильной, более функциональной, более безопасной, но распределяется на все, то есть там сейчас сколько тысяч этих мастер-нод, и вот все 45%, которые от всех, они равномерно, вне зависимости от производственных, насколько я помню, вне зависимости от производственных мощностей этих мастер-нод распределяются между ними, и 10% это общий бюджет развития фонда, который вот эти все мастер-ноды имеют право вынести на голосование и распределить эти деньги на какие-то нужды. Вот это базовая концепция этого Dash. Почему, например, было предложено, опять же, поскольку не я веду эту концепцию, я просто сейчас за другого человека рассказываю, почему было предложено именно Dash, но с чем я могу согласиться, сейчас что там цель, а не эфир, эфир так называемый, потому что в этом Dash он более стабилен, ну, исходя вот, опять же, тут люди могут поспорить, выразить свое мнение, там, сравнить команды разработчиков и так далее, но вот по факту, по факту. Значит, у Даша был один косяк в начале, что там был слишком быстрый вот этот вот майнинг, когда это была валюта создана, все подозревают создателя в том, что это он себе специально сделал, но там доказывают, что это нет, это была просто ошибка, потому что он работал на полный рабочий день в другой компании, и он, когда это выпускал, так вот сейчас у нас пишет Василий, что он может провести ликбез. Василий, а у тебя сейчас микрофон есть? Или ты в следующий раз хочешь сделать? Ну, ты иди пока подключай, напишешь мне, а я пока расскажу конкретно продаж, а ты можешь провести ликбез потом. Ну, время позволит, если кто-то захочет, может отключиться, подключиться, если у кого-то нет времени, потому что мы планируем на один час обычно, а если у кого-то не будет времени, он просто отключится, потом посмотрит видео, поэтому ты там все подключай, а я пока продолжу рассказывать концепцию, которую должен был рассказать докладчик, которого нет. Значит, у Даши была одна проблема, что это слишком быстрый майнинг, но там доказывает, что эта ошибка была исправлена, но значительное количество этих Даши было создано в самом начале, ну, то есть, что разработчик запустил эту ошибку не специально, он работал на полный рабочий день, и когда видел этот глюк, после работы прибегал, это в гитхабе показывает, что там вот, да, он эта работа делал, и теперь считается, что это пошло даже на пользу, потому что была создана куча этих денег, они быстро разошлись, а если у всех на руках оно есть и стоит копейки, все начинают думать, а давайте как бы при помощи этого обмениваться, короче, я продаж продолжу, вот если Василий сейчас подключится и проведет общий ликбез по криптовалютам, я уже продолжу конкретно по предложенной концепции. Василий, ты готов? Ну, запускай микрофон, я слышу. Меня слышно? Что я хотел рассказать про криптовалюты, мы тогда с Александром Мальцевым пытались это обсуждать. Про сам Dash я немного не в курсе, потому что, ну, именно его я не рассматривал никогда как нормальную криптовалюту, кстати, вот это связано с тем, что произошло в начале большой премайн, было много обвинений и так далее. Но могу рассказать про остальные криптовалюты, например, про тот же Ethereum. Вообще развитие пошло как? То есть, в начале появился биткоин, который был изобретен неким человеком под псевдонимом Сатоши Накамото. Его основная идея в том, чтобы транзакции связывать в блокчейн. Блокчейн это цепочка транзакций, то есть, грубо говоря, набор хешей, которые сцеплены один с другим. Для расчета, чтобы эту цепочку транзакций нельзя было подделать, для этого была придумана такая вещь, что мы будем рассчитывать хеши, которые требуют затрат ресурсов на их расчет. То есть, не каждый может взять за пару секунд рассчитать этот хеш и пересобрать блок. Для этого нужно потратить очень много мощности. Этот алгоритм стал называться proof of work, то есть, доказательство работы, когда ты майнишь видеокартами, соответственно, рассчитываешь долго этот алгоритм и тратишь кучу ресурсов и электроэнергии. Следующий виток развития был такая абонета была NovaCoin. Она использовала другую немножко концепцию, точнее, как она совместила две концепции proof of work и proof of stack. Proof of stack это подтверждение работы наличием монет, то есть, когда у тебя есть некое количество монет, ты ими подтверждаешь, что твоя следующая транзакция будет верной. на это расходуется меньше ресурсов, то есть, надо меньше мощностей, меньше видеокарт, меньше жечь электричества, но при этом защищенность получается той же самой. И, соответственно, комбинация этих двух алгоритмов позволяет с одной стороны майнерам нормально зарабатывать, с другой стороны меньше жечь электричества на транзакции, потому что не только добыча новых монет требует майнинга, но и перевод между людьми, допустим, когда ты отправляешь деньги другому человеку, это тоже требует подтверждения, это тоже майнинг, и, соответственно, это тоже жжет электричество. И вот здесь, собственно, и пошло разделение, то есть, если Dash является прямым клоном биткоина, использует только Proof-of-Work алгоритм, то тот же Ethereum использует комбинацию Proof-of-Work и Proof-of-Stack алгоритмов. И получается следующее, допустим, Proof-of-Work чем плох в нашей ситуации? Он рассчитан на большое количество майнеров, то есть, если у тебя есть один майнер со слабенькой видеокартой, то любой китаец, у которого ASIC, легко взломает твою сеть, переделает весь твой блокчейн, и все, что у тебя там записано, оно, по сути, как он изменит, таким оно и будет. Соответственно, тебе, чтобы такого не произошло, нужно иметь большое количество майнеров с большими мощностями, чего на ранних этапах и впоследствии будет тяжело достичь. Именно поэтому Александр Мальцев хочет выдать часть на откуп другим майнерам, сторонним, не сотрудникам, чтобы они сделали защиту для сети, чтобы ее нельзя было взломать. Но это как раз и происходит с тем, что мы, так как мы отдаем им майнинг частично, то мы отдаем им часть валюты, в том числе, которая у нас есть. А алгоритм Proof of Stack позволит как-то это дело все же правильно создать. Вот почему я предлагал использовать монеты с гибридным алгоритмом. Если кому-то не нравится эфириум, сейчас, допустим, Linux Foundation открыла очень крупный проект, называется Hyperledger, то есть, грубо говоря, бухгалтер. Там в составе есть большой набор инструментов для создания как собственных криптовалют, блокчейнов, также и аутентификации пользователей на основе этого, также и всего остального. Там большой консорциум компаний подключен к этому делу, типа Intel, типа Huawei, типа Samsung и так далее. И там эти инструменты прорабатываются. То есть, у нас есть разные варианты. Тот же эфириум, он с открытым кодом, мы также можем его форкнуть и обозвать по-своему и запустить собственную монету. То есть, это вот Александр Мальцев почему против эфириума? Там есть такой параметр, что если мы хотим создать внутри эфириума собственную монету, то для ее транзакции между собой нам потребуется реальный эфириум тратить. Но если мы создадим свою монету, у нас эта проблема отпадает. А по возможностям также тот же эфириум и Dash, они примерно сравнимы. То есть, есть умные контракты, это такая вещь, когда ты сам блокчейн впаиваешь программу, которая выполняет некие действия на основании неких условий. То есть, можно, допустим, поставить перевод на определенную дату или, допустим, срабатывание перевода заработной платы сотрудникам при наступлении каких-то определенных условий, допустим, числа определенного месяца. То есть, это упрощает бухгалтерию в том числе. Именно поэтому я был в качестве одного из параметров криптовалюты обязательно указывал наличие умных контрактов, что мы без этого не сможем. Но я, к сожалению, не могу прокомментировать, как они реализованы в DASH на данный момент. Вот пока, собственно, все, что я хотел сказать. Ну, отлично, тогда я продолжу в рамках той концепции, которая была. Придолжено. Ты пока у себя там микрофон отключай. Значит, предложен был DASH. То есть, у него считается, что есть вот этот вот глюк с условным предмайном или инстмайном. Но потом это все было вылизано и не было никаких серьезных проблем. Значит, у эфириума была вот эта проблема, когда в результате недоработанной логики умных контрактов, насколько я понимаю, там люди смогли сейчас... В общем, люди смогли увести деньги. Давай, расскажи еще по безопасности, Василий, по безопасности. По поводу безопасности, то есть, во-первых, хотелось бы сказать по поводу примайна. Почему не любят примайн? Потому что в этот момент невозможно отследить начальное количество денег, кому досталось. и, соответственно, чаще всего по умолчанию полагается, что создатель криптовалюты заранее их намайнил, себе заныкал, чтобы во время бума роста эти монеты продать и тем самым заработать денег, уронив монет, уничтожив ее. Поэтому, когда наблюдается примайн, тут же разработчик подразумен, по умолчанию считается, что он вот так поступил. И поэтому монеты с примайном обычно не взлетают. По поводу эфириума. Это большое распространенное заблуждение. Там произошла следующая вещь. Была такая организация, которая называлась DAO. Они на основе умных контрактов сделали следующее. Они создали что-то вроде паевого инвестиционного фонда. То есть люди обменивали внутри эфириума была создана подвалюта субмонета, которая по сути являлась паем фонда DAO. Люди обменивали эфириум на эти паи и соответственно как вот этот фонд рос, зарабатывая деньги, так и паи соответственно увеличивались. Но произошло следующее. Сам фонд где-то во время программирования умного контракта допустил ошибку. То есть это не ошибка самой системы умных контрактов. Это кто-то в фонде плохо запрограммировал. В результате чего там фонд продолжал функционировать, скопилось очень большое количество денег, если я не ошибаюсь, в районе 600 миллионов долларов. И впоследствии когда был этот косяк найден, один из участников DAO воспользовавшись им, просто перевел все паи на себя. И Виталик Бутерин это разработчик эфириума для того, чтобы не было большого оттока от пользователей, то есть у него был выбор либо подтвердить, что наша монета очень устойчивая и что наш код стабильный, не в пользу DAO, либо не отпугнуть пользователей, сделать все по-честному и сделать форк, где эта ошибка в умном контракте для DAO была исправлена. То есть не в самой системе умных контрактов, а именно в коде DAO. И он принял решение форкнуть монету, чтобы деньги остались у DAO, а ошибка была исправлена. Но все почему-то решили, что это косяк самого эфириума. Оттуда и идет противоречие, что якобы эфириум он небезопасен. На самом деле безопасность эфириума сейчас выше, чем у Даша. Это легко проверяется тем, что у него капитализация в несколько раз выше, чем у Даша. То есть в мире криптовалют доверие равно капитализации. Если люди вкладывают больше денег, значит они доверяют, значит там очень стабильный алгоритм. Именно поэтому считается, что у биткоина стабильный алгоритм, потому что много людей ему доверяют и вкладывают деньги. Как оно на самом деле, это могут сказать только серьезные специалисты, которые могут весь код проштудировать, вынести какие-то ошибки по безопасности. А наличие большой капитализации, оно привлекает больше людей, которые хотят сломать эту систему. Если допустим у биткоина капитализация уже миллиарды долларов, то ясно понятно, что большое количество желающих пытаются его взломать и не могут. Поэтому если у фириума капитализация выше, чем у Даша, то больше желающих взломать, которые также не могут пока взломать и забрать себе эти деньги. Все. Тогда я добавлю еще, если что ты меня поправишь. В связи с этим, когда сфоркнул самого создателя эфириум, появился еще эфириум классик, то есть которые продолжили ту линейку, которая была не форкнута, где деньги были из фонда The Dao переведены. И теперь есть две ветки, то есть эфириум классик и эфириум. Эфириум классик сейчас по своей капитализации значительно ниже, но люди вовремя переобулись сделали. Василий хочет прокомментировать. По поводу форков, да, действительно, то есть был сделан форк эфириум классик и эфириум просто. Это стандартная ситуация, когда приходится жестко форкать монету, люди, которые владеют деньгами, хотят на этой ситуации еще больше заработать. То же самое, например, было с жестким форком биткоина, когда хотели форкнуть биткоин из-за того, что там были жестко прописаны ограничения на эмиссию монеты, на транзакции. И майнинговые пулы, и криптобиржи, где этим всем торговали, решили в этот момент, что они смогут оседлать ситуацию, сделали свой форк биткоина, который типа со старыми настройками оставался, потому что им было выгоднее сделать так. Ну, соответственно, они провалились. И здесь произошло то же самое. То есть в момент, когда Виталик Бутерин решил сделать форк в пользу DAO, нашлись криптобиржи, которые подумали, что смогут на этом заработать. Но каждый раз реальность показывает так, что вот эти форки от криптобирж, они стремительно падают вниз, то есть их стоимость идет к нулю, а стоимость оригинального форка сильно растет вверх. То есть сейчас у них разница уже почти в 50 раз по цене. Понятно. Значит, и продолжая рассказывать ту концепцию, которая была вот именно линия по Дашу, значит, есть предложение сделать форк Даша, одно из предложений, также есть предложение сделать форк эфириум и отдать на откуп, на взлет, перекупщикам, всяким различным инвесторам. Василий прокомментировал, это в том числе нужно для создания широкого количества майнеров, чтобы кто-то один не перехватил и не запустился, но говоря, как истинную свою ветку, то есть кто-то, у кого большие вычислительные мощности. Значит, что я внес в свои предложения, не в эту концепцию, в принципе, мои предложения, они, их можно внести в любой форк, в зависимости от его функциональных возможностей, но вот если продолжать концепцию Даша. Значит, у меня есть предложение сделать как-то жестко, сделать так, чтобы на начальном этапе 99% всего того, что будет намайнено, перечислялось в фонды. То есть, а потом перейти возможно, что, естественно, тот, кто это делает, чтобы ему в самом начале был только 1%. А потом возможно постепенно довести вознаграждение человека, группы, тех, кто занимается майнингом, возможно постепенно, до 25%, тогда бы 25% уходило на развитие поддержания сети, 25% уходило бы на приоритетные проекты в рамках общественных проектов технокома, но поскольку в начале ресурсов будет мало, то сначала выделить несколько самых приоритетных проектов, то есть из этих 25% 5% на проекты связанные с космической экспансией, 5% на проекты связанные с образованием, 5% связанные на проекты связанные с, ну, то, что у нас там проект и подпроекты сохранения человека, сохранения традиционной семьи и так далее, вот весь этот комплекс проектов, это в том числе нам позволит в очередной раз сделать более известную эту валюту, потому что мы говорим о сохранении семьи, но те, кто нужно, сразу верят, что это ущемление прав гомосеков и это начнет информация распространяться, это реклама нам. 5% на миротворческие, на поддержку миротворческих инициатив, предложений, мозговых центров в Корее и Индии, ну, либо в одном из этих, ну, Индии и Пакистана, то есть между двумя Кореями и между и Пакистаном, и Индией, ну, возможно, вначале только между Кореями, поскольку там конфликт сейчас находится наиболее острый в Азии, ну, и еще одни 5% на, возможно, уже там разделять на какие-то другие проекты, ну, либо, как полагается, на культуру, какие-то такие направления, ну, то есть, это можно подумать, но вообще основная базовая концепция, что 25% в конечном итоге, когда ресурсов будет много, уходят на общественные проекты в зависимости от той приоритетности этих проектов, которые определяются людьми. Вот сейчас Василий снова прокомментирует сторонний майнинг и премайн. По поводу стороннего майнинга, то есть, отдать на откуп сторонним майнерам, мне кажется, эта идея абсолютно плохой, по той причине, что это инвестирование, то есть, по сути, люди будут инвестировать свои деньги в железо, чтобы получить еще больше денег. Та концепция, от которой мы пытаемся уйти, мы почему-то снаружи ее разрешаем. На мой взгляд, логическое противоречие очень плохое. По поводу премайн, то есть, есть, как известно, форков криптовалют и различных вообще криптовалют великое множество, их там уже три сотни. Они, конечно, все базируются на примерно одних принципах, то есть, вот у нас есть два типа доказательства proof of work и proof of stack и примерно четыре или пять алгоритмов самого хеша получения, то есть, там, X11, SHA-256, там, и остальные, я уже сейчас их не помню. Вот. На этих вариациях монет очень много. И, допустим, есть такие монеты с полным премайном, по-моему, если я не ошибаюсь, Иришкоин он называется. То есть, его суть в том, что всем или Исландкоин, то есть, либо Ирландия, либо Исландия, то есть, всем жителям, грубо говоря, полный премайн происходит, и монеты распределяются между всеми жителями примерно в какой-то равной степени. Но, конечно, распространение это не получила монета по известным причинам, но варианты есть разные. В том числе, есть варианты и с полным премайном. Но здесь нам придется продумывать концепцию того, как обеспечить рост этой валюты. То есть, в стандартной криптовалюте рост обеспечивается майнерами, что они начинают майнить, вкладывают деньги, все это растет, 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 люди начинают ее покупать, продавать на бирже, то есть, своеобразное такое IPO получается. И за счет этого увеличивается ее стоимость. Как увеличивать стоимость с полным премайном? Узнать. Ну, так вот, продолжим. Значит, мое предложение, то есть, 25% развития, 25% общественных проектов, начиная с приоритетных, и 25% это социальная функция. То есть, сейчас, если мы говорим о том, что в современном, ну, то, что дашь условно, это может быть не дашь, но мы говорим о создании надежной криптовалюты, которые более надежны, чем биткоин, которые решили какие-то недоработки биткоина, то есть, если эта криптовалюта была, в ней были решены технические вопросы, то в современную техническую эру не только один технический аспект, есть еще социальный аспект, то есть, аспекта два. Невозможно создать одно что-то техническое, автоматизированное и не решить социальные вопросы. Так вот, мы, создавая концепцию этой валюты, нам важно решить этот второй социальный аспект. В чем обвиняются сейчас цифровые деньги, криптовалюты, в отличие от фиатных, государственных, что не платятся налоги, с которых не платятся пенсии, пенсии. то есть, это вот сводится к такому. Так вот, 25% мы направляем на пенсию. Ну, вот, находим постепенно пенсионеров, выдаем им кошельки. Это вот упрощенно, но вот да. То есть, через какие инструменты, ну, вот 25% это решение этих всех социальных функций. То есть, условно говоря, в каждой местности, где производится, где это все функционирует, вот этот вот, вот этот процент, 25% это пенсии, это выплаты, пособия и так далее, и так далее. Это вот предложенная мной концепция. Ну, куда она будет направляться, вот эти вот деньги? Что значит на развитие сети? И почему вначале даже 99%? На развитие это в первую очередь важное создание фонда стабилизации и развития, я предлагаю. То есть, ты задаешь вопрос, как обеспечить, Василий, задаешь вопрос, как обеспечить постоянный рост? Я сейчас чуть позже скажу о возможной росте, даже если был бы примайн, но, значит, как обеспечить рост без использования большого количества сторонних майнеров? Значит, в этот фонд направлять эти средства, вначале даже в общей сложности 99, там с распределением, ну, то есть, вот большое количество этих средств для стабилизации и развития. Что значит стабилизация? Это означает обеспечение ликвидности, если мы идем это по этому пути, мы можем пойти по другому пути, я не вам сейчас скажу. Если идем по пути, что это ликвидно, что это нужно, востребовано и осуществляется и осуществляется, соответственно, рост, раз это востребовано. Это означает, что мы покупаем, есть валюты, которые вышли на рынок и они уже добились определенной стабильности, мы, соответственно, производим на этот ресурс этого фонда взаимообмен, который, на тех условиях, которые мы считаем справедливыми. То есть, мы позиционируем себя, что у нас есть платформа, что у нас есть вот эта большая мощная концепция, которая обязательно все это поднимет и мы можем выставить буквально, что мы готовы работать со всеми при условии, что, ну, то есть, такими нерыночными механизмами, что вы, Инма, интернация ОМОН и международные деньги наши, готовы считать по курсу, там, условно говоря, 10 Инма за один биткоин. Это, опять же, привязывается к биткоину, который нестабилен, но так или иначе, что это не какая-то, что это не непонятные какие-то экономические рамки, а что вот мы предлагаем вот такое, вот у нас есть эта концепция, мы предлагаем, вы хотите с нами установить эту ликвидность, вот наше предложение. Вот, это вопрос нелегкий, непростой, это долгий, но это, а что, в этом фонде два названия, ну, то есть, две составные, стабилизация и развитие, стабилизация, это, естественно, вот создание ликвидности, а развитие. основные ресурсы, вот этого фонда, вот эти вот большие проценты, они должны быть направлены именно на создание, на товарную ликвидность, товарную ликвидность, ну, ликвидность благами, то есть, это создание именно производств, которые производят что-то, что можно приобрести за Инмо, что услуги, которые можно приобрести, это вот одна часть. Как это можно еще раз дальше продвигать, что тут тогда мне придется еще частично рассказать о той концепции, о которой я пока не рассказываю, создание безденежного общества. в общем, ладно, значит, центральная ее часть, начну рассказывать, центральная ее часть, концепция называется Робот-1. Что это такое? Если мы, а мы это делаем, мы говорим о том, что наша задача помогать людям объединяться, для того, чтобы они объединялись в эффективные группы, организации, вместе достигали общих целей, для общего блага, блага этих групп и так далее, и мы говорим, что эффект максимальный будет достигнут, когда будет вот эта роботизация, автоматизация, то в самом начале мы должны поставить перед собой, так сказать, вот это вот, вот эту роботизацию, и все кидать на нее, все переводить на нее, все должно идти к конечному итоге, к развитию вот этих роботизированных производств. концепция называется робот-один, ну просто потому, что это робот номер один. Почему это нужно показывать? Почему я всегда говорил, что это нужно показывать, рассказывать на деле, а без какого-то предварительного описания? потому, потому что это выглядит очень сложно. Ну, значит, так, создается маленький робот, любой, у него может быть одна функция, одна, но робот-один, первая функция, которая может, например, какой-то кусок провоки резать через определенное количество расстояния, ну просто отсекать. и в рамках наших вот этих вот блоков, то, что мы в рамках ресурсной системы и объединения блоков ресурсов в производственные какие-то уже в товары, прочитать концепцию там создания первого товара, важного, может быть, это будет благотворительный какой-то аспект распространения, там, например, игрушка Монте-Сори, которую мы распространим по всем детским садам и так далее. Ну, в общем, у ней есть определенное количество запчастей. Василий предлагает рассказать, что мы придумываем в умном доме. Да, это важно тоже, поэтому я подглядываю за вашей работой по умному дому и смотрю, как это сопоставляется. Значит, делается, есть робот один, который создать легко, у нас даже запчасти есть, который делает одну функцию из 25. Чтобы это сделать, нужно 25, он делает одну. И мы начинаем разгонять эту тему. Сложно с первого, вот отсюда, из третьего подъезда, где у нас лаборатория, но это может быть еще дублироваться, то есть это робот один, это он как бы первый робот, но это платформа, которая расширяется, она может быть повторена в разных местах и должна быть повторена. Значит, делается, мы добавляем туда вторую функцию, мы об этом рассказываем, все сводится к этому. С этим, уже с этим можно выходить и куда угодно, и на краудфандинг и так далее, что вот, смотрите, он работает, и вот сюда нужен вот этот блок, который будет делать вот это, и тогда мы сможем всю вот эту производственную часть, цену, мы как бы можем убрать. Мы потом можем на нашей земле, земле у нас есть и солнечные панели, мы можем даже там это поставить, где-то в таких местах, где мы энергонезависимы, у нас есть скважина, мы можем быть вводонезависимыми, но это как бы дальше продолжение. Вначале, как бы в таких вот нормальных условиях, где все ресурсы есть, они легки и не мешают развитию первой, наиболее сложной части раскрутки. Значит, мы говорим, что ребята, вот есть вот эта часть, есть еще вот этот второй блок, третий блок, у этого может быть параллельное направление, то есть вот важный вопрос, как решился, как нам решить вопрос освобождения людей, женщины, мужчины, которые тратят много времени на приготовление еды и мы можем прорабатывать и в эту сторону тоже эту концепцию, что вот робот, который делает салаты и эти салаты, ну то есть вот в рамках кооператива ставится вот эта роботизированная штуковина и вот он, он кромсает салат, а вот он может делать вот это, вот это, вот это, вот это. Это постепенно тоже развитие. это сложно выглядит, да, но людей, которые мечтают объединить ресурсы ради этого, их много, и нам нужно просто все это собрать, вот выше, высоко-высоко поднять этот флаг роботизации с концепцией робот-один, что да, вот он начал делать, смотрите, мы второй блок присоединили, третий блок присоединили, четвертый блок присоединили, да, этот робот полностью создает вот это изделие, это изделие важное, нужное, потому что оно помогает развитию мелкой моторики детей, и мы можем сейчас, это стоит не вот столько, сколько это стоит в магазине, если покупать, теперь это стоит вот столько, потому что мы наладили эту поставку, мы наладили роботизированное производство, и вот мы теперь это можем распространять, даже применить сюда аспект и благотворительности, и так далее, мы можем даже не распространять, то есть у нас не хватит денег, чтобы это распространять везде, поскольку все равно нужно вначале определенной количество ресурсов, но это в том числе направление сны и благодарительного тренда, что да, если вы хотите, что это было везде, то вот есть производственный робот, который это делает дешево, и если вы направите ресурсы через него, обеспечение этих потребностей людей, то тогда, если мы по времени укладываются, я думаю, стоит немного с технической стороны объяснить, ну давай, хорошо, давай с технической стороны объясним. Значит, и мы перенаправляем, что да, вот если вы делаете вне технокома, вне роботизации, это вот ваши ресурсы, которые вы хотите потратить, в том числе на благотворительность, они сделают вот столько, то есть вот столько ресурсов, сделают столько. В нашем случае вот столько ресурсов, сделают вот столько, направив через роботизацию. Это первый блок, второй блок, третий блок, огромное количество людей, огромное количество людей, которые это прорабатывают небольшими командами, куча групп во ВКонтакте, там, в Фейсбуке, различных сайтов, люди что-то сидят, подпиливают, у них есть эти блоки. Нам нужно сделать эту платформу, вынести, донести ее и объединить всю вот эту большую работу, все эти тренды, кооперативные, благотворительные, все другие тренды, непосредственно коммунистические создания, коммунистические создания ресурсно-ориентированной экономики и так далее, и так далее, через одну платформу. В общем, здесь нужно показывать, показывать вот это первое изделие, для этого можно, уже придумал я ее, с кем мы уже прорабатывали, куча интересных вещей, как это будет интересно людям, почему, сюда вложено все, даже вот эта история, когда, например, люди на Западе готовы были, например, платить деньги, там копал эскаватор, и он остановился бы, если бы не было денег, да, то есть это такая реклама компании, которая представляет экскаваторы, да, и люди готовы были вкидывать там всякие биткоины и всякие другие вещи, любую криптовалюту, да, вот эти какие-то вещи, для того, чтобы он продолжал копать, чтобы посмотреть, что там случится, как он будет спускаться ниже, как это доставать, да, сделать красивого, сделать робот и робота, и показывать, да, ну, вначале, поскольку у нас нету такого медиаресурса, как у той компании, которая заплатила большое количество денег, чтобы это резко распространилось, мы не можем сразу там, нам сложно будет, возможно, мы можем, но нам сложно бы сказать, что однажды сказать, что вот, есть этот робот, и платить, помогайте, поддерживайте на разных условиях, для того, чтобы он продолжил, да, чтобы он делал, чтобы в него поступали ресурсы, чтобы он производил, в это направление, в это направление, в это направление. Вот именно поэтому, поскольку это выглядит очень сложно, это нужно показывать. Возвращаясь к концепции криптовалюте, и тогда, Василий, ты продолжишь. Так вот, мы можем направить эту криптовалюту, ее рекламируем и развитие, в том числе, через такую маркетингу, распространенную компанию, что вы можете за один инмо сделать для роботизации, что вы можете поставить, какую работу вы можете сделать по спайке, какой модуль вы можете предоставить, там, скажем, за один инмо, что вы можете сделать, да, то есть, какой-то блок, вот это можно тоже использовать. В общем, концепции много, нужно нам отдельно говорить, поэтому мы к этому перейдем. Вот, завершая вопрос по криптовалютам, я завершу, ты, Василий, вот эти два вопроса расскажи, паромный дом и технической стороны, и я завершу. Так, сейчас небольшое отступление по поводу криптовалют. Ты все время говоришь, что можно, как бы, создать некий фонд. Сейчас существуют же аналоги этого всего, сейчас они называются криптобиржи, то есть, место, где обмениваются одни криптовалюты на другие криптовалюты. Я говорю, что использовать эти биржи, сформировать свой фонд, использовать эти биржи для того, чтобы создать ликвидность внутри своего фонда, то есть, что мы обладаем этим фондом, мы показываем, что есть ликвидные, вот у нас, но это отдельный вопрос. Чтобы тебе обеспечить обмен своей криптовалюты, тебе надо ее протолкнуть либо на другие биржи, либо основать свою биржу. Это я понимаю. Ты можешь на этой бирже курс держать жестко, типа, допустим, один к одному, никакой рыночной экономики, но ликвидность, она должна быть обеспечена. Вот, теперь перехожу дальше по поводу умного дома, то есть, Станислав там высказал такую интересную идею, которую я раньше не встречал. Это Заяц или Станислав, не Заяц? Там, в общем, есть такая идея была создавать открытые лаборатории, то есть, это возникло среди научного сообщества, то есть, лаборатория, где ты можешь прийти и сделать прототип, то есть, там есть определенные станки всевозможные, и впоследствии эта концепция расширилась на Open Hardware. То есть, есть Open Source, открытое программное обеспечение, есть Open Hardware, то есть, открытые электронные схемы, открытые кадовские чертежи. Ты можешь все это сам взять, распечатать на 3D-принтере, на основе этого собрать. Есть в открытом доступе 3D-принтеры, есть в открытом доступе манипуляторы. То есть, ты можешь сам изготовить эти детали, сам собрать. Вот у тебя уже есть мини-цех, где у тебя есть 3D-принтер, манипулятор, травилка плат, условно говоря, и на основе открытых элементов собрать небольшое производство. И, собственно, вот в «Амбрумном доме» мы там пытались проработать систему, которая сможет этим управлять. То есть, некий центр, через который настраивается управление этими различного рода принтерами, манипуляторами и другими станками. То есть, это уже вот сейчас прорабатывается. И, соответственно, мне видится модель распространения в следующем виде. То есть, все это выкладывается также Open Source, Open Hardware, но мы можем это изготовить для вас. То есть, вы можете это сами распечатать у себя и сами у себя изготавливать, а мы можем изготовить это для вас, если вам нужно. Вот по этой модели распространения уже... Ну, есть прецеденты работы в России, что есть компании, которые по такой схеме сейчас работают. Ну, да, мне об этом известно. Ты что-то еще хочешь добавить? Еще хотел добавить по поводу твоей идеи с экскаватором. Немножко лирическое отступление от темы. Была недавно такая вещь. Ребята из России придумали новое телешоу. Называлось оно «Серега ТВ». Может быть, кто-нибудь слышал. В общем, суть его заключалась в том, что человек по имени Серега сидел в собственном доме. Там были поставлены видеокамеры, и люди, которые смотрели, могли наблюдать через видеокамеры за тем, что он делает, давать ему указания и давать на это некую деньгу. И, соответственно, это получило большое распространение. Много людей, собственно, вкладывались туда деньгами, чтобы получить, так сказать, возможность в этом поучаствовать. Что проектов... Вот есть, допустим, проект с экскаватором, есть такой проект подтверждений, что от того, что это работает, немало. Возможно, что-то из этого получится подчеркнуть. Ну, мы и думаем, но даже более того, не это центральная идея. Здесь нет центральной идеи. Здесь есть центральная идея. Есть робот, робот-1, который разрастается. И мы вот все, что мы делаем, мы направляем на вот это. То есть мы так рекламируем, что ребята, смотрите, скиньте сюда, и тогда его работа не остановится. Поддержите его так. Что вы можете сделать за это, чтобы поддержать его? Можете ли его просто поддержать? Есть направление вот сюда, что для того, чтобы освободить людям время вот столько, мы создаем вот этот вот производственный пищевой хаб, который находится здесь, вы проплачиваете только продукты, и они вот здесь загружаются, и там выходит продукты, они вам доставляются, либо вы сами берете. Это снижает стоимость вусток, экономит вашего времени вот столько до столько. Это эти варианты у нас уже где-то продуманы, где-то нет. Ну, в общем, вот центральная часть концепции, я ее потом более подробно расскажу. Значит, сегодня по криптовалюту мы поговорили, и Станислав Заяц говорит, что он хочет еще какие-то идеи. Сейчас включил твой звук. Ты включил звук, да? Да. По поводу... У меня такое предложение. У вас, может быть, есть идеи по поводу видеохостинга? У вас есть идея по видеохостинга в том значении, что создавая умную социальную сеть, мы создаем в том числе и интерфейс, который называется... тут такая концепция, что есть Техноком, и у него будет отдельных еще три интерфейса. Один интерфейс, который называется Видеотех, второй интерфейс, называется Фототех, и третий Микротех, это то есть аналоги Твиттера, аналоги Ютьюба, и аналоги Инстаграма, и при этом у тебя все это между собой соединено, просто в разных интерфейсах это все по-другому выглядит и позволяет более удобно оперировать видео, либо микросообщениями, либо фотографиями, но если говорить о сейчас, о том, о создании собственных образовательных материалов, либо сборке образовательных материалов, мы этим тоже занимаемся, и мы используем богосторонние видео, хостинги, и у нас, например, это будет через нашу систему образовательную, и вот сейчас в рамках нашей энциклопедии тоже собирается база знаний, в том числе со ссылками, или какие-то другие предложения. Я просто по поводу видеохостинга, хотел сказать, на ютубе, например, есть огромное количество роликов, в котором люди просто показывают, как они делают что-либо, кто-то что-то готовит, кто-то что-то просто мастерит, то есть, вот это тоже может быть как бы база знаний для оптимизации, для автоматизации, то есть, каждый человек может таким образом тоже вносить свою лепту. Я совершенно с тобой согласен, и мы как раз прорабатываем этот вопрос, что, например, по этой готовке есть вот эти ресурсы по заморозке, по быстрому приготовлению, по эффективному, донести до людей это нужно, и как раз через систему умной социальной сети, когда человек берется за руку, подожди, вот смотри, вот иди сюда, вот так делай, вот уже 150 человек рядом с тобой хотят так же делать, вот, вот вам сюда, вот сделать раз, два, три, четыре, пять, и будет вот так, вот вам рецепты, вот вам методологии, вот вам люди, которые хотят занять эту, это, эту роль, то есть, вот эти создания блоков, и да, я совершенно согласен по всем направлениям. Еще предложение? Смотрите, еще по поводу предложений, мы сейчас, когда интерфейс задач, ресурсов дореализуем, у нас там будет важная такая штука, мы на основе ее тоже сделаем, будет называться, ну, там, идеи, и вот у каждого человека будут эти вот идеи, его база идей, и эти будут идеи в рамках общественных проектов и так далее, и опять же, мы сможем при помощи этого идеи, которые, ну, человек выбирает, к чему она относится, мы сможем их совмещать, наша задача все совмещать, потому что, если взять традиционные информационные ресурсы, люди разобщены, люди там могут найти какую-то группу среди миллионов этих групп, условного миллиона, там, сотен тысяч групп, которые там что-то предлагают, но это все, оно, человек не успевает ухватывать, вот оно все вылетает, оно проскакивает и так далее, а тут все подтягивается, все автоматически как бы сопоставляется, складывается и предлагается уже на конкретную, конкретную реализацию, то есть вопрос идей, что мы, просто у нас куча идей, как это реализовать, а что эти идеи должны быть тоже систематизированы, собраны, систематизированы и направлены, мы это тоже прорабатываем. Ну, в общем, мне только что написал Александр Мальцев, что он уже, вот только сейчас мог бы успеть, но уже не успевает, в общем, я предлагаю следующее наше сделать в этом же более расширенном составе, еще раз поговорить про Луганский, мы сегодня не успели поговорить о вопросе, как возможно ли, что можно сделать, чтобы помочь вам, чтобы дать людям эту вот, может быть, цифровую наличность, цифровую ликвидность, я знаю, что у тебя там опыт был по поводу, я у тебя даже на экран сейчас выведу, по поводу биткоина, что люди приходили и там они были недовольны, ну, то есть, я предлагаю в следующий раз над этим подумать, что можно с этим сделать, предложить людям. Ну, ладно. Вот, и мы, давайте посвятим конкретно криптовалютам, то есть, сегодня мы сделали вот эту вводную, а есть у нас несколько направлений, которые нам важно и нужно обсудить, поэтому тогда на сегодня пока всем спасибо, до свидания. До свидания.